Привет, Лисяни, гости жители моего сказочного леса. Приехали мы сейчас в Валдберрес забрать некоторые товары. Ну, там минимум нити вдевать или то, без чего жить не могу. Хочу попробовать по отзывам, вроде нормальные. В последнее время очень много стало суетиться я и поняла, что это влияет на желание брать вообще вышивку. Поэтому решила остепениться, немножечко подумать обо всём происходящем. Вообще очень много дал лес. В лесу отдохнула и обдумала своё отношение ко многим вещам. Суета Суета – это очень плохо. Это очень затормаживает все жизненные процессы. Поэтому буду действовать, раскладывать максимально по полочкам. И буду классифицировать по степени важности. Соответственно, всех вышивок не вышьешь, всех поделок не переделаешь. И нужно заниматься каналом всё-таки. Нужно ради канала многое делать, многое мастерить, шевелиться, двигаться. Ладно, ради канала, ради вас, ради того, чтобы развиваться. Да, наверное, развиваться. Поэтому я решила для себя, что многоцветка – это будет для души. Я буду брать её, когда будет хотеться очень. Но для канала я буду продвигать все свои маленькие процессы. Да, я, наверное… Ну, это я пытаюсь себя оправдать. Я, наверное, всё-таки не многоцветница в душе своей. Так получилось, так бывает. Очень многие из… даже у кого там 12 тысяч подписчиков больше там и больше вышивают, и 40 тысяч вышивают многоцветки, обычные наборчики. И при этом прекрасно себя чувствуют и умеют завлечь зрителя, умеют держать интерес. А я буду тоже вышивать наборчики потихоньку и не расстраиваться, что у меня многоцветка очень медленно идёт. Пока, значит, буду вышивать 10 лет, будет она для меня больше значить, чем значит сейчас. Наверное, так. Главное не суетиться, главное никуда не спешить, не бежать, не загонять себя в какие-то рамки непонятные, какие-то обязательства, которые сама себе, вот реально, сама себе надумала, сама расстроилась, сама себя, ну, там, я не знаю, засудила. За, 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 ну, что-то за. Не нужно. Это всё лишнее, это всё суета. Поэтому с радостной улыбкой, поэтому с хорошим настроением движемся дальше. Вышиваем, улыбаемся и, улыбаемся и Машем, я вспомнила. В общем, живём свою жизнь в удовольствии без навязанных каких-то рамок. Хотя цели нужны, нужно ставить цели, нужно стремиться к хорошему, доброму, вечному. Поэтому это всё обязательно, но не загоняя себя. Вон он идёт, Фёдор, пойду сейчас, пойду, буду смотреть, чё, чё купила. Мы в дороге с песенкой, о лете, самый лучший песенкой на свете. Мы в лесу ежо, быть может, встретим, хорошо, что дождь прошёл. А купила я в этот раз очень много для куклы. Самое объёмное это килограмм, килограмм синтепон или что-то в этом роде. Вот такая плотненькая, очень твёрдая подушечка. Кидаем её назад. И двигаемся дальше. Набор цыганских игл. Это тоже нужно для куклы, чтобы её шить. Количество три штуки, они разной толщины и длины. Набор игл, которые гнутые такие, тоже нужны для куклы. Нить-идеватели посмотрю, обязательно вам оставлю отзыв, потому что очень плохие отзывы. Что один раз и вылетают, один, как из Алиэкспресс, я такие заказывала. Эта штука, это должна быть, по идее, разбавитель для красок акриловых, потому что лежат много картин, краски засохли. Причём не открытых картин. А вот эти три штуки, это всё для... Не буду вам их рассекречивать. Это всё для рубрики «Кот в мешке за 300». Поэтому рубрики «Жить», рубрики «Быть» и радовать нас всех. Пусть это ёлочка в празднике дня, Катя и булочка радует нас, радует нас. Это надо было записывать в шортсы, в эту мою рубрику «Вышивка вокруг». Но я очень люблю вышивать окна. Очень. Прям вот что-то... Люди в окнах, кошки в окнах. Ну, вы знаете, вы уже видели все эти кошки в окошках, девочки в окошках. И хотелось бы у вас спросить, а что любите? Вот у вас какая-то есть любимая тема или темы несколько вышивки? Поделитесь в комментариях. Пожалуйста, давайте пообщаемся на эту тему. Это очень интересно. Может быть, видео про это снять. Может быть, проанализировать вышивальный YouTube, что большей популярностью пользуется. Могу аналогию сделать с посткроссингом, потому что тоже есть такие собиратели открыток, которые собирают окна, как и мы. Собирают животных каких-то конкретных, собирают, что еще там интересного собирают. Все, что связано там, допустим, тема самолеты, как мы раньше жвачки собирали с машинками. Темы интересны космоса людям, природы. Я вот сказочный лес, у меня там, как, в виш-листе? Да, виш-лист. Лисы и сказочный лес написано. Вот, так что не стесняйтесь, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие у вас любимые темы вышивки. У меня в этот раз получится влог такой болтологический, потому что вышиваю мало. Ну, как мало? Мало, да. Честному мало. Мы только недавно вернулись с природы. Видео об этом можете посмотреть на влоговом канале Лисяни Лайв. Присоединяйтесь к нашей дружной большой семье Лисян. И оттуда я вернулась какой-то обновленной, с новыми впечатлениями, с новыми эмоциями, с новыми планами, в том числе и на вышивку. Я пока не знаю, хорошо это или нет, как это будет. Ну, у меня много задумок интересных. Нужно их реализовывать, пока они есть. Нужно браться за канал, браться за... А вообще мне очень нравится, что вы у меня такие отзывчивые, тонкие, воспитанные, хорошие, начитанные. Мне очень нравится общаться с каждым из вас в комментариях. И вы меня иногда на такие философские мысли побуждаете просто не передать словами. Я, например, никогда не смотрю на то, как во что человек одет. В плане... Главное, чтобы он был чистым и вещи не дырявые. Даже вот эти ладки, они говорят о том, что человек работает над собой, пытается быть человеком, оставаться в любой жизненной ситуации, при любом раскладе. Это уже говорит о многом. Я буду общаться с этим человеком, хотя часто вижу, что от людей в старой одежде отшатываются просто посторонние, не хотят общаться. Мне в этом плане все равно. Причесан человек, не причесан. Ну, даже непричесанность может быть аккуратной. У нас когда-то, помните, было модно прическа. Такой начес, как будто не расчесанный. Блин. Кстати, вот на Аллу Борисовну посмотреть, мне кажется, она вообще не знает, что такое расческа. Есть у нее такие выступления на публике. То же самое с изъянами какими-то физическими. Я часто сталкиваюсь с дискриминацией инвалидов, тех, которые не такие, как все. Очень часто у меня бывают, ну, не конфликты, но неприятные ситуации точно, как минимум. Я не делю людей на каких-то полноценных и неполноценных. Не делю людей по цвету глаз, цвету кожи, по тому, вот иногда смотришь на человека в очереди, а у него просто огромные уши, как локаторы. И он не так, он необычный. Он сразу внешность другая, сразу так, оп, смотришь на него, но он улыбнется продавщицей или всему миру, или скажет какие-то добрые слова, какой-то комплимент. И сразу вот восприятие его меняется. И как будто бы уши у него уже не такие локаторы, не такие большие. И как будто все у него в жизни и вообще во всем хорошо. Потому что не важно, не важно наша внешность, важно, как мы себя ощущаем в этом мире, как мы себя подаем. Даже не подаем, а как мы себя ведем по отношению к этому миру. Мне всегда в детстве казалось, что мир вокруг такой красивый, вот каждый листочек, каждое животное, а я такая некрасивая. У меня был такой диссонанс, не с кем было об этом поговорить совершенно. А сейчас я рада, что живу в этом мире, в прекрасном мире, красивом мире. Я рада, что я частичка его, что у меня есть возможность смотреть на него. и вышивать его, да. Не побоюсь даже этого слова. Мы же в своих вышивках выбираем то, что там симпатично, то, что мы считаем важным и нужным. Соответственно, мы тоже вышиваем этот мир. Вышиваем самые, на наш взгляд, лучшие его качества, лучших его представителей, быть может. Вот как бы у меня сейчас лесенок на природе вышивался. Ну, как-то так. Я не знаю, мне кажется, дебри-бреда, но мне хочется с вами делиться вот этими своими мыслями, своими чувствами. Я надеюсь, что это взаимно. Ах, тринадцатый, плохо у тебя с любовью. Двойка тебе по любви. Так кого же всё-таки должен любить чёрт? Меня. Тебя. Всех. Прекрасный Фёдор отражает прекрасный мир. В капоте. Прекрасные машины. Мы немножечко катаемся, потому что... Ой! Потому что мне грустно постоянно сидеть дома и грустить в дождик. А так хорошо проехаться, подышать. У нас началось самое настоящее лето, квартира нагрелась очень быстро и неприятно там находиться. А ты чего дома сидишь? Побежали вместе? Хе-хе. Мне нельзя. Я тут остался за хозяина. А-а-а... Слушай! Приходи ко мне в гости. Мы ехали-ехали и набрели на целое поле люпинов. Это по одной стороне дороги. И вот. Там вообще просто далеко-далеко идут эти люпины. Я не люблю сорванные цветы, поэтому дарю вам вот эту картинку как открыточку каждой вышивальщицы, каждой, не только вышивальщицы, зрительницы, всем, кто хочет принять. Вот просто полюбуйтесь, посмотрите, какие красивые люпины. И пусть они вас порадуют и улыбнут сегодня. Просто невероятная картина, невероятные цветочки. Говорят, что сорняк, но мне все равно. Я помню, в моем детстве мы их выменивали у соседей, распространяли. Тогда они не были сорняком и радовались им, как и любым другим цветочкам в саду. Красота! Красота! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»